Всем привет, ребята! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня с вами Ника. Здесь я со своей сестрой Миленой. Мы говорим про образование за рубежом, потому что мы в 19 лет поступили за рубеж абсолютно бесплатно. И сейчас здесь живем и учимся. Я поступила в Будапешт. О, господи, в Corners University of Будапешт. Проучилась там 3 года. Получила диплом по калавру. И в июле этого года я закончила университет. И осталась работать в Европе. Моя сестра, сестра Милена, которая сегодня не присутствует в этом видео, она сейчас живет и учится во Флориде Блинн Юниверсити. И, как видно из названия этого видео, сегодня я с вами поговорю про свой путь поступления на магистратуру в США. Мы уже много, где, в каких видео говорили именно про магистратуру, про обучение на магистратуре. Например, здесь или здесь будет ссылочка. Можете перейти и посмотреть. Но в этом сегодняшнем видео я чуть подробнее расскажу именно о своем пути, в каком момент я начала, в какие университеты я подавала. Да, как проходил мой процесс именно поступления. Потому что очень было много вопросов от ребят, от наших подписчиков. Именно рассказать побольше о моем пути. Если на какие-то вопросы, которые у вас остались, я не ответила в этом видео, обязательно задайте их внизу в комментариях. И я сделаю еще отдельное видео на эти темы, на темы, которые вы, ребят, хотите услышать. Потому что я еще планирую очень много видео сделать как раз на тему моего поступления в США, именно на тему поступления на магистратуру. Поэтому обязательно давайте мне идеи внизу в комментариях. А сейчас поехали, давайте разберем мой путь поступления на магистратуру в США и как именно я поступила уже, поступила в несколько университетов. Поехали. Сейчас хотела бы небольшой таймлайн вам представить, чтобы вы примерно понимали, в каком порядке и каких вещах я буду говорить в сегодняшнем видео. Так что также вы можете внизу кликать по линейке, да, в YouTube есть разделение по разным темам, чтобы вам было интереснее смотреть. И если вам какая-то определенная тема вас интересует, вы смогли бы на нее переключиться. Так вот, в сегодняшнем видео я поговорю о... Первое. Почему США? Почему я лично хочу обучаться на магистратуру в США? Второе. Я поговорю о том, когда я начала готовиться, когда мое поступление, по сути, началось, да, потому что это достаточно долгий процесс. Третье. Я обсужду с вами, как именно я выбрала университет. И четвертое. Какой этап поступления сейчас у меня, что у меня сейчас происходит в жизни, именно связанное с магистратурой, да, именно связанное с моим поступлением. Первое. Почему я решила поступать на магистратуру в США? Это очень хороший вопрос. И вообще я изначально, когда мы поступали в 19 лет, я всегда хотела поступить куда-нибудь за рубеж. У меня не было определенных критериев, куда именно, в США, либо в Европу. В итоге я поступила в Европу, чему очень-очень рада. Мне в Будапеште очень нравится. Я здесь до сих пор живу и работаю. Соответственно, после выпуска из университета я с легкостью нашла работу и сейчас живу. Здесь у меня очень много друзей и знакомых. То есть, практически моя жизнь здесь уже построена. И, конечно же, очень часто я получаю такой вопрос у своих друзей. Почему магистратура в США? Зачем вообще куда-то сейчас уезжать? Это еще один переезд. Ну, так вот, у меня достаточно много причин. В основном все они личные, да, потому что у каждого должны быть свои личные причины для переезда в другую страну. И да, ребят, хотела вам сказать, если вы решили переезжать в другую страну, обязательно, ну, проресерчьте этот момент. Нужно ли вам оно, да? Хотите ли вы поступать в США или вам просто хочется получить опыт образования за рубежом? Возможно, есть другие опции помимо США, да? Весь мир не сосредоточился именно в США. Но что касается меня, на данном этапе у меня там живет сестра. Ей тоже очень там нравится. У нее тоже очень много друзей и знакомых. У меня также определенные там дальние родственники живут. Мы с сестрой всегда хотели жить вместе. Ну, то есть, мы раньше жили вместе, потом мы разъехались в разные страны. И сейчас мы снова хотим как бы жить вместе, жить в одной квартире, делать для вас, ребята, контент. Я бы сказала, это такая основная, весомая причина. Ну, и последнее, это, конечно же, магистратура. Я всегда хотела получить магистратуру, потому что мне, во-первых, нравится учиться. Во-вторых, я хотела изучать что-то связанное с администрированием. Я так поняла, что именно в моем образовании, которое у меня было на бакалавре, мне не хватало каких-то таких знаний руководителя, так сказать. Поэтому программы, на которые я подавала, я буду это дальше обсуждать. Это как раз были программы, связанные с администрированием. В Венгрии я бы продолжать учиться не хотела, а переезжать в другую страну в Европу я бы тоже не хотела, потому что, ну, как бы, если бы я куда-то переезжала, так это было бы в США. Соответственно, так все сложилось, что у меня там сестра, я бы все равно хотела получить магистратуру, поэтому решила все-таки подавать. Ну, так вот, обсуждаем, когда я начала готовиться. Сейчас у нас март, конец марта, и мне кажется, основной процесс поступления я как раз начала год назад. Нужно, конечно же, понимать, что я прекрасно уже на тот момент знала, как работает процесс поступления в США, какие документы мне нужно подготовить. То есть я не начала с нуля эту тему. У меня уже был определенный бэкгрант. Я бы сказала, что в марте как раз я начала выбор университетов, да, смотреть, какие есть гранты, какие есть возможности, какие есть программы, которые мне будут интересны, да, именно в названиях, потому что в США очень много разных программ, и вы не всегда и не о всех программах можете знать заранее. Поэтому определенный ресерч в этой сфере, он необходим. Соответственно, да, в марте прошлого года, год назад я начала именно выбор университетов. Потом в июле я сдала TOEFL. К TOEFL я готовилась примерно неделю. И в сентябре я уже сдавала Jerry. Jerry я готовилась намного дольше. И, кстати, готовилась я к нему, наверное, ну месяцев 6 или 7. Именно такой напряженной подготовки. Я учила разные слова, я там по учебникам готовилась к математической части. То есть была такая достаточно напряженная подготовка. По результатам TOEFL есть здесь видео, где я как раз, по-моему, озвучиваю свои результаты. Да. По GRE я такое видео не снимала. Возможно, сниму в будущем. Так вот, в сентябре я сдала GRE. По сути, все, на этом мои экзамены закончились. Потом мой первый дедлайн в университет был 15 октября. Это был университет Willamette University. Кстати, вот еще ссылка на видео, в котором я рассказываю про этот университет. И это был момент, когда я получила результаты и поняла, что меня взяли в этот университет. Так вот, по нему я тоже сняла отдельное видео. И дедлайн был 15 октября. Соответственно, я быстренько подготовила все документы как раз вот с сентября. Примерно за месяц. Хочу сказать заранее, у меня все рекомендации были готовы далеко заранее, потому что я, наверное, в начале лета еще связалась со всеми своими преподавателями, чтобы они мне написали рекомендации, потому что это достаточно долгий процесс, и я не хотела его откладывать. Так вот, 15 октября все, дедлайн прошел, я подала, буквально через месяц мне пришли результаты. Все, огонь, отлично. Все остальные университеты, дедлайны были примерно в феврале. Зависит от университета, но да, дедлайн на феврале. И тут хочется сказать, что на магистратуре дедлайны отличаются от дедлайнов на бакалавриат. На бакалавриат дедлайны в основном в ноябре, а на магистратуру они очень рандомные. Вот, например, дедлайн, который я упомянула, был 15 октября. Если вы смотрите какие-то там топовые университеты, типа Станфорда, там тоже дедлайны будут в сентябрь, октябрь. Но такие в обычные университеты, да, в основном, конечно же, дедлайны чуть позже, там в феврале, в январе можно встретить. Но опять же, все очень сильно зависит от университета, поэтому я бы вам не советовала затягивать, а обязательно все делать, так сказать, in advance. Вот. Это был такой небольшой рассказ, небольшой термлайн именно моего поступления. Как я выбрала университеты? И какие, на какие программы я смотрела? Как я уже упомянула, я хотела получить образование на магистратуре именно в сфере администрирования, да. Что-то такое более связанное с работой над проектами, там, занимать руководящие должности где-то. Соответственно, я смотрела в основном MBA, но после небольшого ресерча я поняла, что MBA достаточно плохо спонсируется, очень сложно получить финансирование. Поэтому я начала рассматривать программы, которые схожи по значению, да, по количеству предметов, по самим предметам. Но она немного, как бы сказать, лучше финансируется. Программа называется Master of Public Administration. В итоге я подала и туда, и туда. То есть у меня в моем портфолио, так сказать, есть программы и Master of Public Administration, MPA, и Master of Business Administration, MPA. То есть как бы два. Но Master of Public Administration не так сильно отличается от Master of Business Administration. Если вам интересно, можете, в принципе, прогуглить. Разницы в них особо нет. Подала изначально, мой список университетов состоял, по-моему, из 8 или из 9 университетов, именно, которые я составляла в марте, да, то есть год назад. Но постепенно, да, я начинала общаться с университетами, уточнять финансовую информацию. И я начала университеты отбрасывать. И на момент сентября, то есть через полгода, когда я уже сдала GRE, у меня в списке было 4 университета. После этого я подала в Willemont University. И после пару месяцев я отбросила еще один университет, потому что он мне немного не подходил по мейджи, да, там, ну, у меня было, как сказать... Короче, он мне не подходил. Поэтому я туда не стала подавать. В итоге я подала только в 3 университета. Как именно я выбирала университеты? Университеты я выбирала в основном, конечно, по наличию программы, которая у меня есть. Это либо Master of Public Administration, либо Master of Business Administration программа, на которой я хочу учиться. И второе, это наличие assistantships. Как вы знаете, на магистратуре основное финансирование совершается в основном из assistantships. То есть это позиция работы на кампусе, но вы работаете больше не просто там, не знаю, в кафетерии, да, а работаете с профессорами над каким-то проектом в основном. Или если это graduate assistantship, где вы сидите там в офисе и там разбираете какие-то бумажки или отвечаете на e-mail. Такие позиции во многих университетах, особенно в Public Universities, они полностью спонсируются. То есть вам не нужно платить за образование, иногда даже дополнительный fees покрываются. И плюс часто вам выделяется либо стипендия, либо почасовая зарплата также идет. То есть это самый популярный вид финансирования. В основном, конечно, все подают и рассчитывают на получение вот этого assistantship. Я выбирала университеты с этой целью. И далеко не все университеты, особенно Private Universities, далеко не все предлагают такую опцию. Поэтому для меня это был такой основной критерий. На данном этапе, переходим к разделу данный этап, меня уже взяли в два университета. Это Willamette University и Westchester University. В Westchester University меня взяли по программе Master of Public Administration, в Willamette University меня взяли по программе Master of Business Administration. Про Westchester University я уже тоже сняла видео, которое будет, линк будет здесь или здесь. Вы тоже можете посмотреть. Там я рассказываю про саму программу. И в тот момент, когда мне пришло информация о том, что меня взяли в этот университет. Тоже можете посмотреть. Недавно я это видео выложила. И, соответственно, сейчас я жду результатов от моего последнего университета. Это University of Illinois, Chicago. Это как бы моя такая dream school. Я на нее очень рассчитываю. Я почти уверена, что результат будет положительный после общения с адвайсером. В принципе, у меня есть такие догадки, что все там хорошо. Но все равно, конечно, хочется дождаться официального результата. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их внизу в комментариях. И сейчас не забудьте посмотреть вот эти видео, которые сейчас всплыли либо справа, либо слева. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!